Так как Владимир Путин хочет править бесконечно, его окружение хочет править в России бесконечно, для них появление любого авторитетного, сильного, честного, оппозиционного соперника – это самое страшное, что может быть. Поэтому все, кто открыто бросает вызов этой системе беззакония, коррупции и тотального расхищения наших народных богатств, начинает гнобить, шельмовать, репрессировать, кого-то сажать, вплоть до физической ликвидации, бывали и такие примеры. Грудинин, который год назад открыто пошел на президентские выборы с критикой всей системы власти, в том числе и самого Путина, опасен, опасен для власти. Они тогда еще это поняли, поэтому начали его шельмовать год назад, но посмотрите, выборы прошли, но они не успокаиваются, поэтому они понимают, что этот человек имеет авторитет в обществе, вокруг него может сформироваться сильная команда, и она есть, эта команда. И дать ему статус депутата, в их понимании, это опасно, потому что человек действительно может еще больше усилить свой авторитет, стать еще более опасным для них, поэтому сейчас они будут делать все, чтобы его отсечь от участия в работе парламента, будут дальше его преследовать по уголовным делам, по семейным, на личном фронте, на хозяйственном фронте. Мы должны его сегодня защищать. Вообще оппозиция должна друг друга защищать. Глобят-то многих, я с этим сталкивался на личном примере, многие другие. Порой не хватает солидарности, взаимопомощи. Надо помогать, надо защищать и на уличных акциях, и в судах, и Павла Грудинина. Сегодня мы говорим, руки прочь от Павла Грудинина, в обиды его не дадим. Он должен быть депутатом, это беззаконие, абсолютно искусственные, надуманные причины. Вот, для меня это совершенно очевидно. Поэтому главное понять, в такой ситуации только наше сплочение, только наше единство может преодолеть всю эту ситуацию.